Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Алексей Якубин со мной на связи прямо сейчас. Лёш, здравствуй. Здравствуй, приветствую. Очень большое спасибо за приглашение. Прежде чем начать, я всех приглашаю на канал Алексея. Ссылка будет в описании. Переходите, следите за обзорами, за неделями и за самыми главными событиями. Ну, Лёш, неделя аховская была. В прямом и переносном смысле этого слова. Казалось бы, да, Зеленский вместе с Урсулой фон дер Ляйн на совместной, скажем так, пресс-конференции вроде как попытался разрядить ситуацию, связанную с заложным, с материалами в Тайм, Экономист. В общем, говорит, что это понятно, что люди устали, но тем не менее, в общем-то, как бы, путь правильный. Но многие на этой неделе задумались, а правильный ли путь и есть ли другие варианты. Как тебе кажется, вот эта ситуация, в которую попала Украина на уходящей неделе, она, ну, скажем так, критическая или это как бы предвестник каких-то новых развязок? Ну, смотри, мне кажется, та ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, она отчасти какие-то моменты мы могли прогнозировать, да. Ну, например, влияние ситуации на Ближнем Востоке. То есть, в принципе, я во многих, вера, говорил, что определённая расфокусировка будет, да. И мы, на самом деле, это и видим, потому что, ну, вот тот же Блинкен уже несколько раз съездил на Ближний Восток. То есть, мы видим, как после избрания нового спикера в США Конгресс, да, сейчас проголосовал только за Израиль, хотя Байден говорит, что он это витирует и так далее. Ну, то есть, было понятно, что ситуация на Ближнем Востоке, она так или иначе будет влиять на оптику, на действия западных стран, наших союзников по отношению к нам, да. И, в общем-то, мы отчасти это и видим. То есть, мне кажется, что, ну, как бы это, чем дольше там ситуация затягивается, тем, конечно же, влияние будет ощутимее. Это один момент. Второй момент. Конечно же, сейчас на Западе и у нас, скажем так, ведутся дискуссии и рассматривается ситуация в целом с как прошло наступление, да. И в преддверии зимы, в преддверии, скажем так, следующего года и обсуждаются его результаты, минусы, достижения. Мне кажется, то, что, например, Залужный опубликовал в The Economist, это как раз, скорее, из таких профессиональных дискуссий. То есть, он провел анализ, признал некоторые ошибки, которые были допущены, и в то же время указал Западу на опасности, которые могут быть в контексте вот этой затянувшейся, да, фазы войны, когда, как он называл, окопной войны. Давай так, я просто зацеплюсь и сакцентирую, ты продолжишь. То есть, мы поняли, что контрнаступление прошло. Ну, смотри, я бы сказал так, что сейчас идут дискуссии, как его дальше продолжать. Опять-таки, я думаю, что, может быть, корректно даже говорить наступление, да. Почему? Потому что тут мы с самого начала, было понятно, что оно будет достаточно нелегким. Потому что у России, конечно же, больше количества техники, людей и других моментов. То есть, тот факт, что мы даже в этих условиях смогли освободить часть новых территорий, это, на самом деле, я думаю, что еще в будущем это будет обсуждаться и в учебниках по военной стратегии и так далее. Ну, то есть, но факт со фактом, да, что тут, когда мы говорим о позиционной войне, то вот о том, о чем говорит сейчас Залужный, да, о том, что мы приближаемся к фактору позиционной войны, то есть, по сути, окопной войны, вот для наших зрителей, они могут вспомнить, возможно, какие-то кинохроники Первой мировой войны, как это было. Так вот, позиционная война, она, это, по сути, война на... У кого больше ресурсов, да, то есть, война на истощение. И вот тут это, как бы, другой калинкор получается. И мне кажется, что Залужный как раз, он в своей статье об этом указал, и в обществе, на самом деле, также ведутся дискуссии. То есть, что делать дальше? То есть, готов ли Запад увеличивать, например, помощь, потому что тут по-другому не получится, да, ну, даже... Вот я, опять-таки, сошлюсь на ту же публикацию за иконами, и вчера Зеленский говорил это на встрече с Урсулой фон дер Ляйен, да, отвечая на вопрос журналистов, что нам нужна авиация, которой не было, да, когда мы начинали наступление. Понятно, что нам нужны новые системы радиоэлектронной борьбы, ну, и так далее. То есть, снаряды и многие другие вещи. То есть, готов сейчас ли Запад нам эти все вещи предоставлять, да? И какая стратегия самого Запада? Вот мне кажется, что вот эти публикации, которые мы видели на этой неделе, они скорее еще и об этом, потому что, как мне кажется, на Западе, знаешь, условно, есть одна линия, чтобы Украина не проиграла, но немножко другой вообще момент, это если, чтобы Украина выиграла. То есть, для этого нужно делать другие усилия. И вот тут есть момент, что, как я вижу, во многом сейчас одна из тенденций, которая есть в западных странах, это вот тенденция первая, чтобы Украина не проиграла. Это означает, что давать там некий минимум, то очевидно, что с этим минимумом мы просто-напросто оказываемся в ситуации позиционной войны, а со всеми вытекающими моментами, да? Что если эта война на истощении, то по факту мы видим, что Россия уже приспособилась к этой ситуации, да? И я бы сказал, что вот тот первый шок, который был у Москвы, когда не удалась быстрая операция в начале прошлого года, он уже в какой-то мере прошел, и они начали уже адаптироваться и к санкциям, и вообще смотреть на реакцию мира. Это очень хорошо, что ты об этом сказал, потому что у Москвы прошел шок по многим направлениям. И корабли уже как-то, которые повреждаются или поражаются, уже как-то так, знаете, ну да, поразили. Мы до сих пор пытаемся преподнести, что это некий, ну, какой-то прорыв, да, там скальпы летят, какие-то там атакмсы. Ну, а у них, ну, понятно, да, вот там, значит, где-то просчеты. То есть идет совершенно другое отношение к происходящему. И уже это отношение поменялось с тех пор, ну, каким оно было раньше. Это очень важный такой момент, просто как бы он характеризует вот эту, ну, как бы этот пласт временной. Но тут интересен другой посыл. А что будет дальше? Потому что, ну, там, что значит Украина не проиграет? Ну, например, да, то есть там задача Запада, чтобы Украина не проиграла. Вот я не понял, почему, зачем приезжала Урсула фон дер Ляйен. Ну, там, про американцев можно отдельно прям долго поговорить, да, вот. Ну, вот Урсула, что ты забыла здесь, Урсула? 12-й пакет анонсировать, так он понятен, уже Блумберг все написал, то есть что там, какие моменты будут, больно, не больно, 5 миллиардов там зацепит Российскую Федерацию. То есть есть какое-то движение, а мы не понимаем, к чему оно ведет. То есть это движение нас ведет, ну, к каким-то, ну, таким роковым моментам, что пора что-то предпринимать. Но тут же момент какой? Вот когда пишут там NBC, по-моему, да, о том, что есть какие-то тайные переговоры, что Запад как бы не против. Ну, вот смотри, получается, находясь в таком положении и в такой зависимости от Запада, мы даже и переговоры не можем начать. Не потому, что там запретил Зеленский сам себе, скажем так, переговоры, а мы не можем, потому что идет вот этот вот момент зависимости и согласованности всех действий с партнерами, которые дают меньше, 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 чуть больше, чуть меньше. То есть, ну, получается у нас такая ситуация достаточно патовая. Ну, смотри, то, что мы, действительно, здесь есть нюанс, что мы находимся в ситуации критической зависимости от наших партнеров по разным вопросам, это очевидный момент, да, и да, эта позиция, она такая асимметричная, да, потому что мы нуждаемся от наших западных партнеров не только в военной помощи, на самом деле, а и в финансовой помощи. Можно посмотреть на проект следующего бюджета Украины, где мы рассчитываем, что в районе 50 миллиардов долларов, то есть, где-то половину бюджета, нам должны были бы предоставить наши западные партнеры. Об этом идут сейчас переговоры, конечно, они сложные, и на фоне событий в Конгрессе, мы понимаем, и на фоне происходящих в многих других европейских странах, но тут какой есть момент? Я думаю, что, давай разберемся, да, если говорить о визите Урсулы фон дер Ляйн, ну, во-первых, я думаю, один из важных моментов, это все-таки было обсуждение темы, открытие глав для начала переговора вступления Украины в Европейский Союз. И я думаю, что до конца года это будет сделано, ну, об этом есть уже достаточно много информации, да, как Зеленский говорит, проголосованные определенные законы. Да, да, смотри, то есть переговоры о том, что вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз будут открыты, да, то есть мы уже кандидаты в члены, я думаю, что это глава, то есть вот эти главы начнут открываться. Это, опять-таки, достаточно будут, уверен, сложные переговоры, потому что это как, знаешь, многие просто об этом не знают, но это как открываются главы. Турция уже с конца 90-х находится в этом процессе, и мы видим, что пока вообще весь этот процесс остановился, да, но будем надеяться, что здесь будет по-другому, да, и я думаю, что здесь как раз обсуждалось и вот этот момент по поводу открытия этих глав, как это может быть. Плюс, давай так скажем, в самом Европейском Союзе ведь тоже также есть разные центры влияния. Ну, вот, например, мы видели и видим даже некую конкуренцию между Урсулой фон дер Ляйен и, например, тем же Шарлем Мишелем. То есть у них есть конкуренция внутри Европейского Союза, разные видения, и это только часть, да, того, что мы видим. А там есть еще, я уверен, и глубже, ну, знаешь, как бы айсберг под водой, то есть другие конкурентные моменты. Потому тут этот момент есть. Если говорить по поводу переговоров, вот той информации, которую сказали NBC, конечно, я уверен, что Зеленского будут пытаться, и из Запада будут такие эти намеки, что нужно вести переговоры. Но пойдет ли он на них? Но у меня есть большие сомнения в этом, потому что мне кажется, что Зеленский на данный момент поставил все, ну, то есть он как бы поставил свою фишку на то, что Украина должна выйти на границы 91-го года, и это как бы такая ультимативная победа будет рассматриваться. И в таких условиях сложно мне себе представить, как Зеленский или его офис может начать в данный момент переговоры. То есть они поставили вот на этот аспект, да, что вот только границы 91-го года. То есть, еще раз говорю, что понятно, что из Запада будут идти разные сигналы, то есть, и мы это видим. Но нюанс состоит в том, что были у нас, мы помним, переговоры в Стамбуле, и я не думаю, что на самом деле мы могли бы, если бы сейчас начались какие-то переговоры, представим себе, что Украина могла бы получить лучшие условия, чем те переговоры. Более того, вот тут тоже важный момент, я не уверен, что вообще Россия готова идти сейчас на какие-либо переговоры, даже в том плане, что, ну, вот как я тебе уже говорил, что первый шок прошел и от санкций, и они начали приспосабливаться к ситуации, которая есть, и они начали выстраивать или, да, вот эту некую ось, ну, как уже крестили в США ось зла, да, ось с частью стран, антизападную коалицию своеобразную. То есть, они начали тестировать вот эти все моменты, а как это может работать и так далее. Сказать, что для них какие-то есть запредельные опасности от линии фронта, ну, вряд ли так можно сказать, да, то есть, они продолжают условно создавать ситуацию, что война это там на фронте, в Украине, а там в Москве и Санкт-Петербурге некую такую витрину жизни, где этого минимум, да, и это как бы, эта модель у Путина работает. Более того, понятное дело, что для Путина впереди его собственные президентские выборы, ну, то есть, мы понимаем, что, скорее всего, он туда пойдет, да, на эти выборы в 24-м году, ну, и плюс Москва может себе, как я понимаю, они так считают, спокойно ждать до ноября 24-го года, то есть, до выборов в Соединенных Штатах Америки. И они, наверное, так и собираются, то есть, потому что тут открытый вопрос. Понятно, что Зеленского, я думаю, будут склонять к переговорам, но, еще раз говорю, что я здесь не, во-первых, как я уже сказал, что я не уверен, что он вообще на это пойдет, учитывая, как он занял публичную позицию, да, и вчера это тоже прозвучало дополнительно. А, во-вторых, есть нюансы с самой Россией. То есть, мне кажется, что в России адаптировались и готовы ждать, то есть, они считают, что тут для них ситуация фронта не критическая, то есть, они нашли разные способы обхода санкций, работы с мировым рынком, и смотрят, как дальше будут развиваться события, потому что в 24-м году, давай так скажем, не только выборы в России или, вот, потенциально, возможно, и у нас в Украине, еще и в США, и выборы в Европарламент, ну, то есть, очень целая череда различных выборов, которые будут проходить в стратегических для нас регионах. Ну, просто здесь нужно понимать, выборы выборами, а, как бы, страдания от войны, это совсем другая история. Сейчас мы видим, что, ну, скажем так, определенная черная кошка, пробежавшая между военными и политиками после статьи Залужного, нам демонстрирует, первое, неизбежность тотальной мобилизации, о которой, ну, собственно, уже говорят все, не только, там, Данилов и Залужный в своей статье «Экономист», нам это демонстрирует о том, что, ну, скажем так, понятно, проблемы с демографией, проблемы с финансами, проблемы, там, как бы, с обычной жизнью. Ну, во Львове только все хорошо, садовой открыл Макдональдс, да, видимо, Кулеба все-таки работает в этом отношении, и Макдональдс новый открылся, поэтому можно Львовян поздравить. Но вот мы видим, что, как бы, жизнь внутри страны, она, вот, меняется, и вот, ну, как бы, просится, просится какие-то перемены. На твой взгляд, формат, где вот здесь уже для Украины, вот здесь мы воюем, а здесь у нас более-менее мирная жизнь под прикрытием ПВО для Украины подходит? Или, наоборот, нам нужно, скажем так, всех собрать, все мобилизировать, и экономику, и другие сферы жизни. Ну, и, соответственно, как бы, свалив звезду с Галецкой площади, звезду Победы, идти вперед. Вот как раз-таки к тем границам 91-го года, о которых вчера говорил Зеленский. Ну, смотри, я так хочу сказать, что мне кажется, что общество, оно, опять-таки, понятное дело, в своей массе, и социологи это показывают, оно, конечно же, поддерживает, да, освобождение всех территорий и так далее, но есть нюанс, связанный с самой усталостью. Конечно же, это так же есть, да, и с исчерпаемостью ресурса, давай так скажем, да, ну, то есть это же тоже все не бесконечно. Это влияет. Я бы сказал, что, скажем так, понятно, что мобилизация нужна и так далее, но тут есть дискуссии, как ее проводить, какая она может быть, потому что, заметь, даже вот сняли военных, да, руководителей центром комплектирования, ну, а мы видим, что сейчас появились данные о том, что, оказывается, это до конца не помогло, то есть, наоборот, темпы мобилизации снизились. То есть, тут нюанс в том, что есть система, да, которая вот так функционирует, как функционирует, и это все, понятное дело, нужно было менять на вчера. Ну, а начинает заниматься сейчас. Это очень хорошо, что ты вспомнил. То есть, получается, что как бы убрали, потому что они воровали, ну, там, коррупционеры, а работать стали хуже. То есть, получается, с коррупцией лучше едет эта машина, вот, образно для государства, чем без коррупции. Ну, знаешь, я думаю, тут просто нюанс в том, что просто те, кто пришел на смену, они начинают работать намного больше по правилам, да, чем то, что мы видели до этого. Давай вспомним, почему произошла эта замена, да, и Борисова, и других, просто и коррупционных, то, что мы видели, да, жестокое отношение. И это все повлияло, почему тогда президент принял такое решение. Опять-таки, сейчас это зона ответственности во многом генерального штаба. И вот, я так понимаю, именно поэтому Залужный, да, публично это все комментирует, и мы видим его комментарий. Я думаю так, хочу себе сказать. Я думаю, что в обществе все-таки тут есть дискуссия, как проводить мобилизацию дальше. То есть, понятно, что она нужна, но как ее проводить? Есть дискуссия по поводу ротации солдат, которая длительное время находится на фронте. Это также присутствует. И это все не может не влиять на политиков. Я уверен, что это будет влиять и на президента, и на офис президента, и, скажем так, в целом на власть и на ее дальнейшую стратегию. То есть, потому что не просто так, еще раз говорю, сейчас обсуждается тема позиционной войны. А еще раз подчеркну, что позиционная война, окопная война, условно, это когда окоп на окоп, и здесь уже получается ключевой момент неманевренность, которую, в общем-то, мы брали, потому что понятно, что у России, еще раз подчеркну, больше и техники, и людей, математика просто банально. Но здесь играет роль, мы брали маневренностью, мобильностью и так далее. Окопная война, это уже немного про другое. А это означает, что это будет требовать абсолютно других усилий. Но, с другой стороны, тут тоже стоит понимать, что, мне кажется, общество, оно и наше общество, оно также уже немного приспосабливается к жизни, к ситуации с боевыми действиями. Люди, если это возможно, стараются где-то восстанавливать экономические моменты. Ну, то есть, понимают, что это может быть надолго. И это понимание, вот мы входим в эту зиму уже и с этим пониманием, которого, например, как мне кажется, возможно, в прошлом году его и не было. Ну, то есть, и тут, потому как, как мне кажется, и для Офиса Президента здесь действительно будет достаточно сложная развилка. И заложные это показывают, что тут также будет, что нужно выбирать, грубо говоря. И Запад должен также понимать, что вот наш ответ, да. Ну, помнишь, республиканцы после избрания нового спикера, они начали говорить, типа, а где же стратегия Украины? Покажите, что Украина будет делать. Вот, пожалуйста. Как по нотам говорит, мы нанесем поражение, российские войска побегут, свергнут Путина, все, как бы, победа. Ну, да. Но заложный дал, как бы, я бы сказал бы, научно-военную расшифровку, да. Той стратегии, которую мы видим. Ну, как научная расшифровка, это тупик. Предлагаю. Смотри, ну, заложный, опять-таки, давай так скажем, ну, мы должны же смотреть реалистично. Да, на ситуацию, смотри. Для того, чтобы принимать правильные решения. Мне кажется, что заложный хочет, чтобы в войну включились китайцы. Потому что китайцы изобрели порох, а нам нужно на этой войне изобрести новый порох. Ну, да, кстати, знаешь, новый порох у нас тоже звучит в украинском политическом дискурсе. Это, конечно, имеет свой дополнительный калинкор, да. Но я тебе так, нам нужно какое-то что-то, знаешь, боги из машины, как это называли древние греки. У них было такое понятие. Это когда вот идет спектакль, да, и тут появляется какой-то абсолютно неожиданный фактор, который все меняет. То есть вот нам нужно вот это деокс-экс-машина. Боги из машины, условно, но не до конца понятно, как бы это выглядит. Как это может выглядеть? Заложено предложение несколько вариантов. Как бы это могло выглядеть? Там он говорил, да, в своей статье за иконами о техническом оснащении, то, что нам нужно, то, что мы хотели бы получить. Там есть перечень всех этих моментов. Но факт со фактом, что это показатель того, что нам сейчас нужно думать дальше. Ну, смотри, то есть есть, если мы, знаешь, скажем так, если мы можем реалистично оценить проблему, то это означает, что на 50-60% у нас уже есть большое достижение, скажем так, да. И мне кажется, что важно, что в целом эта дискуссия по поводу того, как дальше это все будет развиваться, она на фоне заявлений и главнокомандующего вооруженных сил Украины, она теперь будет, как и у нас, так и на Западе. Ну, вот ответ, да, по поводу всех этих моментов. Ну, знаешь, и тут ты уже сказал, упомянул про звезду на Галлицкой площади. Ну, я так прокомментирую. Ну, в общем-то, это, мне кажется, понятно. Ирония была, что когда Урсула Фандерляйн приехала, потому что, ну, если мы посмотрим на флаг Европейского Союза, там 27 пятиконечных звезд, да, и, как мне кажется, знаешь, предмет же сам, он ничего не излучает. То есть, как я считаю, что такие моменты, как вот и монумент, да, на Галлицкой площади можно было реинтерпретировать в контексте, там, звезды Европейского Союза и так далее. Ну, а то, что мы видим, ну, к сожалению, да, это для меня очень тоже странные стратегии, я об этом неоднократно говорил и продолжаю так считать, потому что, ну, вот на флаге Европейского, на флаге, вот просто пусть все посмотрят, флаги Европейского Союза, 27 звезд, пятиконечных, желтых. Так что тут какая-то такая очень странная ирония была еще и в этот день, да, снимать, ну, вместо того, чтобы реинтерпретировать, как это делают многие цивилизованные страны, просто реинтерпретируйте. Еще, материальный предмет, понимаешь, искусство, вот я скажу такой важный момент, я об этом даже в Фейсбуке писал из себя, искусство, оно работает, материальный предмет и аудитория, да, то есть без аудитории, без ума людей, которые воспринимают материальный предмет в виде, понимая под ним некий, да, набор там символов, искусство не работает, материальный сам по себе предмет ничего не излучает, его можно просто реинтерпретировать и все. Ну, как и все. Ну, это если умно, подходить к этому умно, давай так скажем. Нет, ну, просто тут вопрос, да, вот звезда, она там как бы светила, собственно, в сторону Европейского Союза или не светила, тут же как бы много таких моментов символизма, да, в моменте, когда приезжает... Ну, вот часть людей, я думаю, так это и может проинтерпретировать, и зачем это, ну, еще раз говорю, что надо ко всему подходить с головой, понимать, что, ну, понимать какие-то фундаментальные вещи, которые уже знают социальные науки, политическая наука, наука об искусстве, ну, мы же это все уже знаем, ну, но, как видим, на решение почему-то принимаются с каких-то других позиций. Да, просто все, такое ощущение, что просто все забудут, что это за монумент, что это за, как бы, шпиль получился, да, вот этот на площади, как вообще площадь называется, да, и до сих пор, как бы, новое название, но оно не будет быстро принято, и почему Галицкая, в общем, это как бы оставим, как говорится, на суд, ну, скажем так, на суд общество и суд времени. Не, ну, Галицкая площадь, она когда-то называлась, и, ну, смотри, у меня бабушка родилась, там был дальше еврейский базар, Евбазмая, бабушка им родилась, ну, то есть она там называлась, потом переименовали, ну, то есть, но вопрос в другом, что мне кажется, что давайте учиться у европейских стран, как они себя ведут со своим материальным наследием, они стараются его сохранять, потому что материальное наследие – это труды людей, еще раз говорю, что предмет искусства – это интерпретация, я, то есть предмет искусства – это в головах, понимаешь, нужно менять в голове представление, вот о чем идет речь, нужно менять концепцию. Ну, давай про головы. Многие головы заняты сейчас, как сказать, выборами, которые как бы будут или их как бы не будет, одни говорят, что они будут сто процентов, вот прямо уже решение принято, и Арестович, который, скажем так, уже программу, собственно, сверстал и опубликовал на уходящей неделе, который сообщил о том, что, в общем, он идет и вообще, да, то есть активно сейчас как бы раскручивает эту тему, что хотите, чтобы я на украинском начал говорить, выбирайте меня президентом, ну и так далее. Всяких много у него уже высказываний по этому насчет, но он пока один. А выборы вроде бы как еще там дискуссия, но президент думает. Арестович просто что-то раньше узнал или президент действительно думает? А тут возникает вопрос, а при чем здесь президент, если, ну, давай откровенно, если выборы это процедура записанная в законодательстве украинском. То есть тут президент хочет он или не хочет, ну, как бы это дело вообще 15-е, тут важно, возможно, невозможно, как правильно по закону и что для этого нужно. То есть опять мы приходим к пониманию войны, что придется отменять военное положение в определенных регионах или что делать, или как голосовать. В общем, целая отдельная тема и я хочу, чтобы ты высказался по этому поводу, потому что, ну, смотри, когда у нас есть люди, которые уже идут и говорят, я иду, все, да, я там уехал за границу, но я иду. А есть люди, которые говорят, да вот президент решает и думает, что вот смотрите, как бы вот вполне вероятно весной 24-го года, то возникает как бы такая недвусмысленность. Так будут выборы, не будут выборы. Ну, смотри, если говорить о потенциальной возможности выборов, я как политолог скажу, есть нюанс, возьмем, например, парламентские выборы. Парламентские выборы и военное положение, да, но есть в Конституции четкая норма, в принципе, которая, в принципе, достаточно однозначно интерпретируется, что, ну, такой есть некий запрет, да, на контексте военного положения проводить парламентские выборы. А эта норма отчасти, и понятно, ее можно так интерпретировать, она есть как в Конституции по поводу парламента, так и в избирательном кодексе. Если мы говорим, например, о президентских выборах, то в Конституции нету такого момента запрета на проведение выборов. Более того, есть подобная, понятная, норма в избирательном кодексе, но эту норму можно поменять. Я напомню и нашим зрителям, что во время военного положения Конституцию менять нельзя, и парламент не может поменять Конституцию. Именно поэтому я думаю, что вот эта дискуссия о президентские и парламентские выборы, она есть, и она есть в том контексте, что президентские проводить можно, и, наверное, нужно, давай так скажем. Почему? В рамках конституционных моментов, потому что нету прямого запрета в Конституции на эти вещи. Плюс определенная, я бы сказал, выборы – это все равно некая перезагрузка, это определенная дискуссия в обществе, это дополнительная легитимация власти. Давайте также об этом не забывать. И поэтому, как мне кажется, в этом есть логика. То есть я понимаю, что кто-то скажет, что вот там социологи говорят, что многие украинцы не очень за. Ну, открытый вопрос. Мы же понимаем, что социология сейчас – это в условиях военного положения, то есть есть нюансы с явкой, ну, то есть с тем, как мы формируем, скажем так, выборку, да, не явку, а выборку, как дизайн исследования формируется. Мы сейчас очень много ничего не знаем, что у нас в обществе происходит, сколько людей осталось, сколько уехало, демографические моменты. Потому это такие очень относительные цифры. Но есть конституционные моменты. И мне кажется, что то, что Кулеба на этой неделе сказал, да, конечно, внутри власти ведутся такие дискуссии по поводу президентских выборов. Потому что в этом есть своя логика, в этом есть, скажем так, дополнительный момент легитимации действующей власти. То, что как бы начал выборы Арестович, ну, это показательно, давай скажем так, потому что мы понимаем, что он также где-то на слуху пытается ощутить, знаешь, вот эти общественные трансформации, изменения, которые происходят. Но я бы говорил, что Арестович вот в этого заявления по поводу русского языка или вот по поводу того, что нельзя расчеловечивать русских и так далее, он скорее борется. Да, да, и вот эти заявления, вот смотри, он скорее борется здесь, я бы так сказал, за аудиторию экс-ОПЗЖ, потому что понятно, что многие из этих людей, они есть в стране, и они, возможно, сейчас менее активны, не говорят, но эта аудитория есть, да. И опять-таки есть в парламенте группа Юрия Бойко, она время от времени голосует с представителем власти, но последнее время, заметь, была история с таксистом, да, где Бойко тоже активно эту всю историю комментировал, даже его устроили на работу. Ну, то есть была история с УПЦ, ну, то есть видно, что, еще раз говорю, что эта аудитория есть, и за ней идет борьба, скажем так. И борьба идет, потому что, ну, это достаточно большая аудитория, ну, и она продолжает быть в стране, может быть, она где-то переместилась в какие-то части другие страны, но она есть. И мне кажется, что вот за это также, то есть Арестович, он сейчас, сделая такие заявления, я бы, я сказал бы так, что он пытается наработать себе некий политический капитал в этой ситуации, вот на этой, да, скажем так, в этой части. Как это будет, сработает или не сработает, ну, открытый вопрос, но заявления прозвучали, да, и они внесли, скажем так, дополнительную лепту в дискуссии, которая есть вот о тех же потенциальных президентских выборах. А где педозра? Ну, вот смотри, у нас, если там что-то где-то, то там есть прям статистика целая о делах, там, за лайки, за, там, сообщения вот эти, ну, скажем так, причем есть, понятно, идет работа спецслужб по выявлению шпионов, наводчиков, коллаборантов и предателей, но под эту... За что МИС был благодарный. Конечно, но под эти жернова попадают, там, абсолютно случайные люди, там, которые, ну, просто, там, если открыть материалы дел, а это, этого все больше сейчас в сети, вот именно предметно, да, за что срок, что там написал, что лайкнул, что, то есть, ну, человек, ты понимаешь, что это просто маразм, и, ну, просто на голову не налазит, но, тем не менее, есть приговоры судов, есть какие-то, ну, прям целое производство, такое ощущение, что нечем заняться больше, да, во время войны, как там, ну, не знаю, отслеживать, кто там, кого как назвал, и чего где написал и лайкнул. То есть, к этим людям пришли. И я вот, ну, почему-то вот уверен на сто процентов, что Арестович за последнюю неделю себе на пидозру наговорил. Будет она, не будет ее. Вообще вернется в страну, не вернется Алексей Николаевич. Саш, ну, я читал его одно из последних, наверное, интервью, которое он давал российскому позиционному знанию «Медуза», да, и он говорил, действительно, он там подтвердил информацию, что он находится за пределами Украины, и заявил о том, что он еще, ну, там, какие-то встречи, выступления и так далее в Европе, и заявил о том, что он не знает до конца, будет ли он возвращаться в Украину, или он не будет возвращаться в Украину. А как избираться? Вот, и смотри, у меня, как у политолога, сразу возник вопрос. Ну, то есть, если ты всерьез говоришь о том, что ты собираешься избираться, то, а как это возможно делать заочно? Ну, то есть, это сложно себе представить, да? То есть, я уже не говорю о том, что у нас есть, ну, в законодательстве статья, например, требования даже к кандидату президента, что как минимум последние 10 лет этот человек должен жить в Украине, да? Ну, допустим, понятно, что Аристоич пока просто в поездке за рубежом, да? Но если мы себе представим ситуацию, что он там на длительное время останется, по каким-то политическим мотивам, то мне сложно себе представить, как это возможно, да? Ну, то есть, опять-таки, какие-то политтехнологические сюжеты, ну, вот, допустим, мы там даже с коллегами обсуждали в одном из эфиров, что может найду человека с похожим именем, фамилией, которые будут регистрироваться. Но это же другое, но это не работает все равно, да? Ну, то есть, это все будет выглядеть очень как некая такая пародия на самом деле на ситуацию. Потому как, мне кажется, если всерьез то, о чем говорил Аристоич, он собирается реализовывать, то, конечно, ему нужно возвращаться в Украину. Опять-таки, заметь, что, как я вижу, он постоянно сейчас пытается проводить какие-то такие странные, возможно, да, параллели между Украиной и Россией. И, ну, мы же помним, как в России это была история с Навальным, да? Тоже Алексеем, кстати. То есть, я не исключаю, что, ну, Аристоич может подумать что-то подобное. Ну, почему? То есть, если он действительно политически себе некую, да, вынашивает какой-то план. То есть, я просто не верю, что возможно проводить, и я думаю, что законодательство Украины просто не позволит проводить какую-то президентскую кампанию, пребывая за пределами Украины. Ну, то есть, виртуальный президент, виртуальный кандидат – это невозможно. Ух, какие параллели. Алексей Навальный, Алексей Арестович. Не, я думаю, ну, так он проводит, смотри, но он же сам пытается создать себе сейчас такой образ, ну, может, визе. Ну, да. Зеленский на эти выборы пойдет или нет? Ну, те, которые он... Те выборы, которые там хочет, собственно, разрешить Зеленский, он сам на них пойдет? Ну, смотри, я думаю, что... Зеленский об этом неоднократно, в принципе, говорил, что он, да, он пойдет на эти выборы, в том числе потому, что, во-первых, ну, я уже говорил, что, конечно, социология относительная, но мы видим, что он является, наверное, на данный момент самым популярным политиком Украины, так или иначе. Именно политиком, да, то есть это раз. Во-вторых, это будет для него дополнительная возможность легитимации, да, поэтому я думаю, что, да, такая вероятность, ну, очень высокая вероятность, если в итоге, да, мы видим принятие этого решения и, в общем-то, ситуацию, когда Зеленский объявит об этом, да, то есть... Опять-таки, давай не забывать, что законодательство Украины, оно достаточно четко, да, указывает моменты, в которых президент, ну, как президентские выборы должны проходить, сроки и так далее. То есть это нельзя провести, там, например, за одну неделю. То есть там есть определенная процедура, и выборы — это не только день голосования. Но я думаю, что президент пойдет на эти выборы, конечно, если они будут. Ну, то есть, ну, а их вероятность, ну, я думаю, что достаточно высока. Даже сам факт заявления Кулебы, который он сделал, о том, что президент об этом думает, я думаю, тоже очень показательно. Просто тут важный момент. А идет война, а мы меняем верховного главнокомандующего. Какая-то вот все равно есть в этом неопределенность. Нужно это делать, не нужно во время войны. Просто здесь после статьи «Икономист» многие говорят, ну, там, Бутусов, например, пишет об этом прям открыто, что поменяют главнокомандующего, то есть заложного после статьи и интервью. Тут просто возникает главный момент, главный принцип, да. То есть ясное дело, что, не знаю, можно писать билборды и лозунги, что коней на переправе не меняют. Ну, вот эти исторические параллели, да, вот выборов во время войны. Но мы понимаем, что какие-то перемены все-таки нужны. Насколько правильно менять верховного главнокомандующего и главнокомандующего, когда войны, ну, даже паузы не видно? Ну, смотри, я бы так сказал, что в Соединенных Штах Америки и Великобритании во время Второй мировой войны все-таки выборы проводились. Понятно, что там, ну, Великобритания, конечно, в большей мере, да, там были бомбежка городов и так далее. Много людей погибло тогда, но выборы проводились. Ну, в США президентские выборы также проводились. Ну, то есть я бы здесь сказал, что... И логика, конечно, то, о чем ты говоришь, она возникает, да, но есть момент важный в контексте выбора, что все-таки, насколько я понимаю, Зеленский до этого публично, неоднократно говорил, что он не вмешивается в управление военной компанией. То есть это вопрос к заужному, это вопрос к генштабу непосредственно. И потому в этом ракурсе президент, как бы он, да, главнокомандующий, но он больше отвечает, я бы сказал бы, за политическую часть, за взаимодействие с нашими западными союзниками, за то, чтобы мы получали дополнительное оружие, да, финансовую помощь. То есть вот эта линия, скорее, у президента есть, за общение с обществом, например, да, дополнительную коммуникацию с обществом. Поэтому военное руководство – это военное руководство, политическое руководство – это политическое руководство. Поэтому я как бы тут не вижу такого, знаешь, противоречия, там, по поводу того, чтобы политическое руководство получило дополнительную политическую легитимацию. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что думаете вы им. Ну, такая сложная на самом деле ситуация. В целом для страны сложная ситуация. Конечно. И тут как бы здесь, ну, понимаешь, то есть легитимация – это все равно что-то такое. Это из разряда, там, духа, да, какой-то, скажем так, ну, ее не пощупать, да, это как, не знаю, там, чувство к женщине, ну, например, да, вот это вот что-то такое. Вот без них нельзя вроде как, но закон вообще… Но ведь они же… Саш, но нюанс в том, что они же видны по действиям, правильно? Смотри, и политика, она часто вот об этом все-таки, давай так, она некая неоднозначности. Ну, легитимность, да, есть же разница между легитимностью, например, и легальностью. Легитимность – это больше понятие о доверии, да, вот когда мы говорим о выборах, это вот этот важный момент, а легальность – это соответствие закона, ну, то есть вот такие фундаментальные понятия, которые в свое время Макс Вебер, например, да, четко разделил. То есть и это скорее в данном случае мы, конечно же, говорим больше о легитимности. Это важный момент. Ну, и как бы в этом ракурсе я, например, считаю, что получение дополнительной легитимности – демократический способ через выбор. Почему? А разве это плохо? Наоборот, хорошо. Ну, как бы у нас же там столько людей уехало, столько людей переместилось. Ну, и в конце концов, да, тоже там как бы обсуждали у меня на канале, что это могут быть вообще женские выборы, потому что поставь по военкому возле избирательных участков, придут женщины, женщины Зеленского любят, придут, переизберут его, ну, собственно, и все. Ну, вот так выборы и прошли. Ну, такая стратегия. Почему бы и нет? Вроде как смешно, но много таких сценарных трюков мы уже увидели от «Слуг народа» и «Квартала 95». Ну, смотри, ну, журнал «Тайм», знаешь, мы можем вспомнить эту статью, она показала, что Зеленский, мне кажется, это важный момент, верит в победу. Да, я думаю, что он в этом ракурсе и будет выстраивать свою компанию. Я с тобой, как бы, в чем здесь есть момент, да, что, конечно же, нужно, если это решение будет принято, сразу думать, как их проводить. Это сложный вопрос, я с тобой согласен. Тут можно ли использовать какие-то диджитал-формы? Открытый вопрос, да. Как обеспечить безопасность? Как обеспечить возможность для военных проголосовать? Возможно ли функционирование избирательных участков, например, там, где-то ближе к линии фронта? И как это обеспечить безопасность этих участков? Ну, то есть, тут очень много есть моментов, да. Ну, то есть, чтобы не было там варварских ударов со стороны противника и жертв огромного количества людей. Ну, то есть, да, это сложные вопросы. И потому, если такое решение будет принято, то нужно тогда будет или уже нужно, да, параллельно с этим заниматься, с этими вопросами. Да, и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи с тобой, Леша, это ситуация с комендантским часом. Последовало заявление главы нацполиции, позывной маршал, что, в общем, всех, кто нарушает комендантский час, нужно вообще там на несколько, там, 30 суток условно работ и туда, ближе к передку, копать вторую, третью линию обороны, как бы окопы и так далее. Тема комендантского часа, она вообще сейчас, как бы, блуждает в разных проявлениях. И сегодня, например, там, да, вовсю обсуждается момент в Киеве, да, в одном из РОВД, когда там полицейский сбивает солдата и тут падает на землю, и тут, скажем, ну, вот такое грубое поведение с защитником непосредственно в отделении полиции. Причем там сразу, это же как подается, сразу, вот смотрите, тут полицейский нападает на солдата за нарушение комендантского часа, что-то они повздорили, и тут его сбивает с ног. А рядом видео, как он там из окопа стреляет по россиянам, которые там трут на него со всех сторон. В общем, ну, как бы, тут понятный, как бы, посыл эмоциональный. Но возникает, ну, по большому-то счету, есть у того, что мы называем военное положение, два таких, ну, как бы, непростых момента. Это комендантский час и наказание за нарушение комендантского часа. То есть ты позже едешь, потому что ты, там, гуляешь, веселишься, тусишь по ночным клубам, или потому что, ребятам, смена как-то так вот. Тут просто, ну, для тех, кто в Киеве, да, они понимают, что когда в Киев вернулись пробки, ну, относительно недавно, относительно это произошло, ты понимаешь, что вечерние пробки в Киеве, это вообще не про комендантский час. То есть можно реально встрять, как бы, по графику своего передвижения. С одной стороны. С другой стороны, это выезд за границу. То есть вот эти два момента, они, как бы, бьют и, ну, по военному положению серьезно. А скандалы с ветеранами или, там, с военными бывшими, это ведь только усиливают. Есть грамотное решение вот этих двух болезненных вопросов. Потому что вот такое ощущение складывается, что если бы как-то наладить этот момент по комендантскому часу, по выезду за границу, ну, как бы, вроде как и напряжение общества спало бы, и, собственно, претензий было бы меньше к правилам и продолжению противостояния. Что думаешь на этот счет? Ну, смотри, по поводу комендантского часа, насколько я понимаю, у нас законодательно есть, ну, некая такая лакуна в этом плане, да. То есть, с одной стороны, да, действительно, комендантский час введен, ну, в большинстве городов-миллионников. Хотя от них, например, может быть, линия фронта уже быть достаточно далеко. Я имею в виду и Львов, и Киев, ну, и Одессу даже, хотя, да. То есть, понятно, что есть фактор обстрела, но для этого есть воздушные тревоги и так далее. И есть определенный момент, что, с точки зрения, насколько я знаю законодательства, на самом деле у правоохранительных органов не так много возможностей влиять на людей, нарушителей комендантского часа. То есть, грубо говоря, они могут их задерживать и там держать до окончания комендантского часа, ну, штрафов, что-то еще, и все, по большому счету. То есть, это показатель того, что тут, мне кажется, или нужно думать какой-то умный комендантский час сделать, да, ну, то есть, возможно, где-то в ряде городов и уменьшать возможность комендантского часа, да, потому что об этом обсуждалось, ну, мы понимаем, что в начале войны комендантский час был нужен в том числе для того, чтобы бороться с ДРГ противника и так далее. Особенности, да, российские войска находились, например, там, близко, там, у больших городов, ну, там, от Киева, например. Сейчас какую он функцию выполняет? Ну, наверное, какую-то дисциплинирующую, ну, и так уже он был уменьшен. Потому я не исключаю, что, конечно, в будущем, ну, это дискуссия о том, может быть, комендантский час стоит сохранить на ближе, там, где есть линия фронта, и там, в этом есть необходимость, и стоит ли его сохранять. На всей территории страны тут будет, ну, я думаю, что еще будет дискуссия. Мы видим, что парламент сейчас пытается вернуть к этому вопросу подойти с точки зрения, там, ужесточения наказания за комендантский час и так далее. Но я думаю, что тут и должна быть дискуссия, насколько, ну, комендантский час сейчас, ну, вот в этом плане рабочий, да, востребован с точки зрения вот тех городов, которые находятся достаточно далеко, например, от линии фронта. Потому что, к сожалению, мы видим, что это даже часто порождает, тут многие скандалы, вспомни, там, с какими-то перепустками, да, которые, там, позволяют двигаться после. Ну, были же скандальные всякие блогерши, которые эти видео, ну, скажем так, скандальные видео, да, комендантского часа там ездят, и у них есть разрешение по этому поводу. Ну, то есть, как бы, это такой очень сложный вопрос, на самом деле, да. Как мне кажется, он во многом еще связан с тем, что, возможно, у власти видят комендантский час как, знаешь, элемент такой дисциплинирующий для общества, чтобы все общество также не забывало, что, ну, война продолжается, да, то есть, кроме, там, воздушных тревог, ну, и вот этот момент. По поводу выезда за рубеж и так далее, ну, опять-таки, такой же сложный дискуссионный вопрос, на самом деле, потому что, как бы, с одной стороны, мы еще подчеркнули, что мобилизация необходима и нужна, да, с другой стороны, нужно думать о методах мобилизации. И я вижу, что, ну, вот, даже и власть уже-то, да, начала актуализировать, что должна быть какая-то смарт-мобилизация, то есть умная мобилизация, что, ну, как бы, какие-то моменты, действующие сейчас, нужно менять, да, попадет ли под это вот этот запрет выезда мужчин за рубеж? Открытый вопрос, но мы видим, что здесь очень много с ним есть сейчас связано различных коррупционных скандалов. Так что, как бы, знаешь, в либеральной парадигме, если бы мы двигались, то, конечно же, тут нужно эти моменты изменять, да, ну, смотрим, как это будет работать, да, опять-таки нужно, мне кажется, что нужно видеть, ну, есть провалы очевидные, есть скандалы коррупционные, а это означает, что все-таки нужно думать и о выработке некого решения дополнительного, да, вот по поводу этих запретов. Ну, просто понимаешь, что первое, что второе, что комендантский час, что мобилизация, когда есть, условно, бумажка, по которой ты переступаешь этот запрет, ну, условно купленная или, скажем так, ну, как бы нечестно доставшаяся, да, то, соответственно, ты понимаешь, что нужно что-то менять. Но вопрос в том, что ничего же не изменили. Вот как ты думаешь, почему ничего не изменили? Смотри, я думаю, что это, ну, это решение быстро вряд ли будут приниматься, да, потому что сам по себе это достаточно инерционный механизм, мы это видим, ну, даже на примере тех же смены руководителей ТЦК, да, есть система, ну, то есть она вот так работает, и она не совсем вот так легко, знаешь, по тумблеру можно ее взять, взять, переключить в другой режим. То есть, я думаю, он отыграет вот этот инерционный момент, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что у власти пока что самой нет окончательного решения этого вопроса. Ну да, ничего не меняют, значит, не знают как. Все логично. Алексей, спасибо большое за твое время и твои мысли. Спасибо огромное. Берегите себя всем. Добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.